На самом деле ценим мы этот дом не из-за комнат и из-за большой кухни, а из-за большой очень комфортной веранды, которая выходит прямо на море. И сколько вы платите в сутки за это жилье? Это вопрос, наверное, к супруге. Я вам напомню, 60 долларов, но вам еще как постоянному клиенту со скидкой. Я все правильно сказал? Да, я общий бюджет представляю. Кстати, по поводу опро, если вы представляете общий бюджет, вы приехали на 13 ночей? 13 ночей, да, у нас получается. На двоих с супругой вдвоем? Да. Сколько бюджет этой поездки обходится под ключ? Полностью, чтобы, я скажу, средняя стоимость проживания. Мы для себя выяснили, что нам для комфортного отдыха достаточно, ну, мы вычитаем билеты, проживание, дом, на развлечение, на еду, порядка 2000 рупий в день на человека. Это очень-очень много. То есть, первые дни у нас, получается, мы тратим, ну, условно, еда тут хоть и вкусная, и разнообразная, но она очень большая. Большие порции, то есть, в кафе средний чек у нас, получается, где-то полторы тысячи за обед и там две-две с половиной, когда там очень большая рыба или свежие креветки. Это на двоих? Да, на двоих, это я со спиртным говорю. Со спиртным? Венок, к сожалению, очень дорогое, да. То к концу поездки сумма в два раза уменьшается, потому что уже распробовали все, уже отъелись, отдохнули. Ну, вы считали когда-нибудь, сколько у вас обходится поездка под ключ на двоих, все вместе? Сложно посчитать, потому что мы везем очень много подарков. Очень много родственников, друзей, мы сюда с друзьями постоянно ездим, то есть, получается, они не могут с нами поехать, просят привезить, особенно, косметику какую-то место, аюрведические препараты, мази, кремы, кому-то сумочка понравилась. Как ни странно, уже всем надоевшие барабаны тоже просят для детей привезти. То есть, все-таки, значит, еще раз давайте, что основное из Индии привозят в основном? Ну, мы привозим в основном в подарки косметику и пряности, аюрведические препараты в виде мази и каких-то таблеток. То есть, это все натуральная медицина, аюрведы это натуральная медицина, поясню. Ну, БАДы, начнем, не совсем она может быть медицина, но женщины говорят, что им помогают. Различные крема, да, женщины, различные... Крема, да, в путь до заживления ран, они стоят очень дешево и реально помогают. То есть, у меня периодически болит рука от суставов, мазь очень хорошая, стоит она тут меньше 100 рублей. То есть, в среднем, цены на медицинские препараты раз в 10, в 20, в 15 ниже, чем в России, да? Раз в 10 точно, да и по качеству, наверное, они раза в 2 поучше. Ага, ясно. Спасибо вам за очень интересный рассказ. Алексей, спасибо. Я думаю, многое теперь нашим зрителям прояснилось. Хорошего вам дня. И, пользуясь своими возможностями, скажу, что у меня вы можете также забронировать жилье в Гуа. Для этого вам нужно зайти на сайт Maharaja House. В интернете вы можете в Яндексе набрать Maharaja House и увидеть много предложений жилья именно в Северном Гуа, именно в первую очередь домов. Добро пожаловать. Хорошего отдыха.